Друзья, привет! Это Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. И сейчас мы находимся перед стартом последней гонки этого сезона, трофеи Марии Агнесс Перрон. На борту гостеприимной лодки 433 RSTC. Большое спасибо ее владельцу Реми, который дал мне возможность отгонять эту гонку и защитить свою позицию в чемпионате Франции по одиночному, офшорному, парусному спорту. Судя по всему, чтобы выиграть чемпионат, мне нужно только стартовать. Я набрала огромное количество очков, и мой отрыв от второго места действительно велик. Но я постараюсь пройти эту гонку как можно быстрее. Все с тем же запалом, все с тем же оптимизмом. И прийти на финиш, надеюсь, что не последний. Сейчас я чувствую поддержку не только России, но и поддержку всей Франции, всех наших гонщиков, организаторов и технического комитета. Я реально чувствую, что за меня болеют все, и все понимают, какой непростой путь я прошла, чтобы принимать участие в этих гонках, принимать участие в чемпионатах. И какая, можно сказать, трагичная, трогательная история происходила со мной в этом году с поломкой келя, с гонкой в шторм без автопилота и без электричества, с блэкаутами. Все все отлично понимают и сильно-сильно меня поддерживают. Спасибо вам большое. Чемпионат Франции состоит из трех этапов. В этом году это была гонка САС, которая, в свою очередь, также имела три этапа. Гонка Мини в мае и гонка, которую гоняю сейчас, Трофима Ария Агнеспирон. То есть общее количество пройденных миль в чемпионате больше двух тысяч. С одной стороны, это называется чемпионатом Франции, то есть чемпионат страны, но по сути это является чемпионатом мира. Ведь больше ничего подобного в мире просто не существует. Гонок подобной сложности, подобной протяженности в одиночку на таких маленьких лодках. В гонках участвует огромное количество яхтменов из самых разных стран. То есть по количеству иностранных участников это действительно можно считать чемпионатом мира. Лодка, на которой я нахожусь, это очень-очень винтажная лодка, старенькая, 2003 года. И она сохранилась практически в своем первозданном виде. Паруса у меня того же 2003-2005 года, поэтому я буду сильно отличаться от всего флота, от новых лодок и даже от старых, но модернизированных. Но это делает гонку для меня еще более интересной, ведь я смогу почувствовать себя так же, как чувствовали себя шкиперы в то самое время. Эта лодка выиграла мини-трансад в 2005 году. Эта лодка легендарная. И я очень горда, что именно с ней мы будем защищать нашу позицию на чемпионате. Гордын Гордын 10 минут, 20 минут, 20 минут, 20 минут. 30 секунд на минуту, 30 секунд на минуту. 10 секунд на минуту, 30 секунд на минуту. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Несмотря на то, что Рими гонялся на ней предыдущую гонку до Конкарно, лодка была еще не совсем готова. И Рими мне об этом честно сказал. Это была часть нашей договоренности, что я заканчиваю подготовку, чтобы пройти гонку МАП безопасно. Мне нужно было заменить датчик ветра на топе мачты. Мне нужно было заменить вожжи бушприта, потому что те, которые были установлены, были очень старыми и мне сказали, что идти с ними не очень безопасно и очень рекомендуется заменить. Мне нужно было немножечко переделать кипу таксельшкота, чтобы у меня была возможность работать с ним эффективнее. Нужно было установить будильник, чтобы в гонке не проспать, не врезаться куда-нибудь. Стабилити-тест Рими прошел сам еще до меня перед гонкой до Конкарно, поэтому, слава богу, делать стабилити-тест было не нужно. Но было нужно настроить мачту. На ней был установлен новый стоячий текелаж, ванты, штаг, бакштаги, текстильные, издайнимы. И Рими ходил на них всего лишь одну гонку. И оказалось, что эти ванты чуть-чуть длиннее, чем нужно, и нет возможности настроить их толрипами снизу. Нужно было добирать толрипа, это веревочный толрип, то есть просто наводка издайним и лашинг. Нужно было добирать сверху. И уже после этого, после того, как я доберу сверху, то есть сделаю их немножечко короче, настроить их снизу, чтобы мачта была ровной и чтобы паруса хорошо работали. Эту работу сделать в Конкарно мне не удалось, поэтому я решила, что сделаю ее после перегона уже в Дуарнене перед стартом. В перегон мы шли вместе с товарищами, тремя прототипами. Выходить пришлось рано-рано утром в кромешной темноте, потому что мы шли уже в самый последний момент, чтобы успеть к официальной дате заезда на гонку. И мы знали, что нас ожидает достаточно долгий период с слабыми ветрами, а потом будет прохождение холодного фронта, то есть наоборот все сменится на достаточно сильный ветер 30 узлов. Попасть на незнакомой лодке в такие условия вот сразу мне не очень хотелось, поэтому мы спешили. Я была единственной, у кого был мотор, 3,5 силы, и в штиле мне пришлось собрать всех моих товарищей и буксировать их со скоростью. Ну, мы, по-моему, развили скорость 3 узла, пока не поднялся хоть какой-то ветерок. После этого мы расцепились и уже пошли каждый сам. Когда ветер начал крепчать, я увидела, что мачта с недобранными вантами ведет себя достаточно скверно. Я видела, как проседают подветные ванты гораздо больше, чем это должно быть. Я знала, что мачта очень гибкая, но то, что я видела, я понимала, что это небезопасно. Поэтому мне, к сожалению, не удалось попробовать паруса, которые я собиралась попробовать во время перегона. Я не смогла поставить спинокера, только под 5 маленький. А с собой, в гонку я брала свой большой женак, то есть большой код Zero, со своей лодки. На моей лодке самый длинный бушприт во флоте, поэтому мой большой женак на 4,3,3 вставал в максимальном размере. То есть я должна была его ставить не на середине бушприта, как это принято на прото, а на самый ног бушприта. Соответственно, был большой риск, это была очень большая нагрузка. И я должна была иметь хоть какой-то опыт использования, прежде чем рисковать и ставить этот парус в сильный ветер. Тем более, чем рисковать и ставить этот парус в сильный ветер в гонке. После прохождения мандатной комиссии всех секьюрити-чеков, я все-таки поднялась на топ-мачты, добрала вот эти вот фанты. Потому что я поняла после своего перегона, что идти с теми настройками стоячего текелажа, которые у меня были, просто небезопасно. Небезопасно для лодки. И моя задача была, на самом деле, просто стартовать безопасно, может быть, не очень быстро пройти, ничего не сломать и желательно финишировать. Конечно, я могла себе позволить не финишировать в принципе, мне нужно было только стартовать и очков хватало для того, чтобы сохранить свое первое место в чемпионате. Но дух мини, это очень-очень важно, это то, что делает нас сильными. И я должна была сделать все, чтобы добраться до финиша. Чтобы добраться до финиша безопасно и без поломок, чтобы не подставить ремей и чтобы не подставить себя. Потому что к тому моменту, после моего вот этого вот синего марафона гоночного, я была уже серьезно уставшей и столкнулась уже с многими ситуациями в предыдущих гонках. Поэтому для меня гонка МАП стала таким приятным-приятным отдыхом. Кстати, маршрут именно этой гонки я использовала в своих видео по навигации и построению маршрута с помощью программного обеспечения Expedition Esquid по разным погодным моделям. Ссылка на эти видео в описании. Единственное, что в тех видео маршрут был чуть-чуть короче, потому что он был взят из гонки 2018 года, когда дистанция была чуть-чуть сокращена и мы не огибали самую южную точку Бирбидон. Что же у нас есть? У нас есть качающийся киль и водяной балласт на лавировку. Управление водяным балластом происходит с помощью клапанов и ручного насоса. Управление качающимся кильом – это просто талии, которые выведены в кокпикс. Мачта у нас фиксированная, но очень-очень гибкая. Она оборудована тремя рядами бакштагов. То есть это два ряда бакштагов и один ряд чекстеев. По современным меркам грот просто огромный, очень большой. Стаксель чуть поменьше, чем носит сейчас. И мачта немножко более вперед по сравнению с современными проектами. У нас есть выдвижной бушприт. С аутриггерами, которые я растопырю потом уже в гонке. Аутригеры вот они здесь. У нас есть два шверта. Управлять ими мне придется вот так вот, выходя на бак с помощью вот этих ручек. Шверты достаточно маленькие, но позволяют удержать лодку от дрейфа, когда киль полностью вынесен на ветер для откренки. Мы пойдем только на солнечные энергии, на двух солнечных панелях. Сейчас все работает хорошо. Вся электрика, вся электроника обновлена и проверена. Поэтому, если честно, я чувствую себя уверенно только с солнечными панелями. И еще у нас вот такой вот своеобразный погон буквой У, который достаточно далеко позволяет увести каретку на подветер, чтобы работать с задней шкатуриной. Гикошкод и сам погон выведены на рубку. Это гикошкод, это погон. И разведены на две стороны. Здесь, соответственно, все то же самое. Я достаточно коротко покажу, как прошла для меня гонка на трекере Yellow Brick. Смотреть там, на самом деле, разбирать особенно нечего. Никаких чудес не случилось. Конечно же, я не обогнала всех. Более того, я достаточно долго вначале шла позади всех в заливе Дуарныне. Но в итоге, мое место на финише было вполне закономерным. Я заняла седьмое место среди прототипов после более новых лодок. Но перед всем серийным флотом одного со мной года рождения. Одного с моей лодкой года рождения. Ну вот, собственно, с самого старта. У нас был там на Буй, чуть на севере Буйогибания. На него мы выходили на лавировку. А после этого увалились и пошли в достаточно острый бакшток. Ветровые условия были немножечко не те, которые прогнозировали. В общем, прогнозировали нам примерно 12-15 узлов на порывах до 17-18. На самом деле порывы приходили очень-очень жесткие. В какой-то момент до 20-24 узлов. И многие ребята имели трудности с большими спиннакерами. Потому что, в общем-то, это был достаточно острый бакшток. И многих брочило. Я в какой-то момент поставила большой спиннакер тоже. Еще не зная своих парусов, рискнула. Какое-то время под ним проехала. Но увидела подходящую сзади тучу с сильным порывом. Вовремя увидела. И решила, что для меня безопаснее срубиться. Потому что спиннакер 2005 года. Насколько сохранился материал, я не знаю. Насколько как бы выдержит все, что у меня есть, я еще не знаю. И, конечно же, я не хотела рисковать. После того, как я срубила спинч, я поставила свой большой отзиро. Поскольку ветер начал немножко отходить, стало все полнее и полнее. Я уже не имела такой большой нагрузки на бушприт. Большой код зиро встал. Я была этому очень рада. Это был мой первый тест с ним. И я поняла, что он нормально стоит в своем размере. Я могу добрать переднюю шкаторину, чтобы иметь возможность работать с закруткой. Но было немножко полновато, поэтому я сильно отставала. После поворота в Правиль-Ливе радиусайн, поворота в Ордвин, ситуация для меня начала улучшаться. Ветер начал заходить по часовой стрелке. И мы ожидали дальнейшего захода. Собственно, наш курс тоже изменялся. Мы начинали идти острее. И я уже выносила всю свою максимальную парусину в оптимальном режиме. Это был уже ричинг. Я шла под большим кодом зиро. Он не как код зиро, это же нак, он полнее. Сначала под максимальным, под полным гротом. Потом я даже брала риф. Я использовала качающийся киль. Но на этой лодке качающийся киль отклоняется не настолько много, как на моем конопусе. Поэтому его эффективность меньше. И, что самое важное, лодка на нем, к сожалению, не планирует. Если на конопусе мы киль откидываем достаточно много, и в итоге начинаем на нем планировать, то есть ты реально чувствуешь, как лодка поднимает, и она летит, то здесь такую штуку провернуть не удается. И здесь я начала набирать скорость, начала обходить лодки, которые были рядом со мной, лодки, которые были немножечко впереди меня. В какой-то момент стало приходить порывы ветра больше и больше. Большой спинакер, большой женак, извините, пришлось срубить и заменить его сначала маленьким женаком, а потом вообще остаться под стакселем, потому что стало достаточно острым. Сильный ветер был на протяжении всего прохождения этой вот ухты, а к подходу к Капковаль, к мысу, к следующему мысу, стало достаточно тихо. Ветер был умеренный, очень приятный, был потрясающий совершенно закат. И, в общем-то, вот с этого момента началось мое такое спокойное, приятное, спортивно-круизное плавание, такой вот мой отдых с очень радостными ощущениями. Было много-много дельфинов, было очень много красоты вокруг, было такое ласковое, не по-осеннему ласковое море. Ласковый бискай. Такое вот необычное словосочетание. Была спокойная ночь, когда можно было отдохнуть, поспать. Было спокойное прохождение вот этой вот отмели леглина с камнями, было спокойное прохождение всех знаков. Было спокойное прохождение острова Груа тоже в ночи. Вот, после острова Груа все мы отправились на такой маяк Бервидон, это одиночный маяк, которому можно очень-очень близко подходить, огибать его точечно. Это была самая южная, юго-восточная точка нашего маршрута, и после этого уже под большими спинокерами мы пошли обратно. Опять же, условия были очень-очень приятными, была постоянно скорость, но при этом не было каких-то больших рисков. Ночь была очень-очень холодной, день вчерашний был по прогнозу достаточно своеобразным, странным. Нам обещали самое сильное 15 юзов на порывах до 17, но практически с самого старта дунуло 20-ку и на порывах до 24. После пролива радиусайн были вот те же самые 20-24, там я уже в какой-то момент летела с большим женаком. Было круто, было до 13 узлов скорости. Сейчас вот с этим комплектом мы входим в новый день. Это большой старый спинокер, полный грот и такси. мне очень понравилось, как ведет себя лодка. Насколько она устойчива на курсе практически в любых условиях. Такая вот стабильная такой танк. Это был очень приятный момент. Поэтому я спокойно могла довериться автопилоту и отдохнуть, поспать. Никаких сюрпризов не ожидалось. Потом у нас был небольшой такой вот стратегический момент по возвращению в этой бухте, где нужно было как-то разложить свои повороты в Фордовинт и уже прохождение, подхождение к западной точке отмели сайн и встречное течение. Сильное встречное течение. Эту точку, это огибание было сделать достаточно трудно, потому что на тот момент ветер скис совсем и проходил, по-моему, там небольшой нациклончик со скоростью ветра где-то 2-3-4 узла. После огибания была лавировка. Мы ожидали, что будет мертвая лавировка, то есть прямо вот с поворотами. Оказалось, что это был полный бейт и я снова поставила свой большой код-зеро и посмотрела, как лодка будет себя вести под ним в таких условиях. Мне очень понравилось, было достаточно быстро. В какой-то момент ветер усилился там до 10 узлов и это было уже небезопасно, потому что шприцы я была вынуждена срубить. Вот этот вот момент посмотрим немножечко поподробнее. это уже практически прямая на финиш. В ночи мы входим в залив Дорнене, полная темнота, ветра не очень много, видно, как флот передо мной ездит со странными углами с не очень большой скоростью. Именно в этот момент удалось к ним поджаться. Стратегию свою рассчитать в этом месте было достаточно трудно из-за плохой видимости, из-за того, что ветер вел себя не в соответствии с прогнозом, из-за того, что было течение вдоль берега, то есть по картам течения можно было все-таки посмотреть, где течение больше, где меньше, но в таких условиях все равно очень важно было понимать, как ведет себя ветер. Я попробовала разные тактики, забила угла в берег, забила потом угла к самому мысу, поняла, что берег выигрывает, хотя еще до этого берег проигрывал, потому что там просто мертвые стояли. Ситуация менялась постоянно, это было действительно очень интересно, такой вот как бы финальный рассок стратегический очень-очень мне понравилось. В итоге я финишировала ранним-ранним утром, заняв седьмое место в общем зачете прототипов и третье место в винтажном флоте прототипов. И завершила свое участие в сезоне 2020, в участие в чемпионате на такой вот замечательной позитивной ноте. На этом на сегодня все. Спасибо большое, что смотрите нас. С вами были Ирина Грачева и 433 Rest at Sea. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok